Друзья, вторая часть экскурсии и как вы видели в конце прошлого видео, в заднем плане происходила перестановка единицы техники Москвит 411. Напоминаю на всякий случай, что это полноприводный универсал, который был сконструирован на основе 407 обычного заднеприводного москвичонка. С кузовом седан полноприводная модель получила индекс 410, а универсал, как вы видели сейчас на своих экранах, именуется москвичом 411. Данных автомобилей было выпущено не более полутора тысяч полноприводных универсалов модели 411, поэтому настоящая жемчужина, настоящая редкость и уникальной единицей техники в коллекции автореликвии является именно данный автомобиль. Причем, друзья, как видим, в специсполнении комендатуры. Автомобили, которые начально разрабатывались для села, для колхоза, для того, чтобы руководство, например, председатель колхоза, представитель партии, мелкой и средней руки могли с комфортом легкового автомобиля доехать, соответственно, до пункта назначения. Потому что ГАЗ-67, ГАЗ-69, несмотря на свою всеядность и феноменальную потрясающую проходимость, они очень тряские, жесткие и по сути являются армейскими автомобилями. И не к лицу, должностному лицу ездят на армейском автомобиле и, соответственно, сконструировали такой автомобиль. И начало этому положил, конечно же, Никита Сергеевич Хрущев. Все мы помним ГАЗ-72, это полноприводная Победа. Говорю для вас Победа, чтобы вы сразу провели аналогию. ГАЗ-72 никогда Победой не назывался, просто Индекс-72. Потом, конечно же, были и полноприводные Волги, в частности, 24-95. Это на основе кузова седан 24-й Волги, но с полным приводом. И данные единицы техники служили уже в гараже следующего генерального секретаря Советского Союза, товарища Брежнева. Дальше видим, друзья, еще один автомобиль, 412-й Москвич, АЗЛК, автомобильный завод Ленинского Камсомола. Данный автомобиль выпускался с 1967 по 1976 год. Вот, и внешне иногда его бывает трудно отличить от 408-го. Но, друзья, если у нас сзади уже идут треугольные, такая оптика, как плавники, это уже, конечно же, 412-й Москвич на 100%. К их сомнений тут быть уже не может. Видим уже кулису переключения передач на моторном щите. То есть это 100% 412-й Москвич. Причем, обращая на себя внимание, такой привлекательный для меня горчичный цвет. Мне очень нравятся автомобили именно с таковой раскраской. Так, друзья, двигаемся дальше. Так, друзья, видим легендарную Волынянку ЗАЗ-969, причем самый-самый первый 969-й автомобиль модели А, 969А. Причем он так, соответственно, был расположен на кочку песчаную, что подчеркивает его внедорожные качества. Изначально данный автомобиль предназначался для войск ВДВ, для того, чтобы сбрасывать их с парашютом, но после нескольких пробных спусков, посадок, все, что осталось от автомобилей, можно было только сдать в металлолом. Поэтому такие автомобили активно использовались на службе в обычной армии, а затем уже и стали продаваться в частные руки. Укомплектован агрегатами от 966-го, затем 968-го Запорожца. И если в Запорожце двигатель располагается сзади, то на 969-й модификации Волыни и на М-ке тоже спереди. Соответственно, и коробка передач перевернута задом наперед, и схема переключения передач у нас получилась зеркальная. Вот видим на своих экранах к себе первая передача от себя, вторая, третья, четвертая и задний ход. А вот видим переключение раздатки, понижайки, блокировки. И органы управления обращают на себя внимание, спартанский салон, отсутствие какой бы то ни было отделки. И опять-таки чувствуется рука мастера, двухцветная обшивка салона, что является традиционным для коллекции автореликвии. 969-й Луас всегда был с кузовом, скажем так, кабриолет, тентованным. И, соответственно, в хорошую погоду очень приятно откинуть тент и видеть весь автомобиль. Ну и кататься над нем, конечно же. Так, продолжаем. Еще один уникальный экземпляр в коллекции автореликвии, так называемая «Волга-догонялка» модели 2434, у которой установлен шестицилиндровый мотор, который мы сейчас можем видеть на своих экранах. Усиленная подвеска, усиленный генератор. Данный автомобиль комплектовался автоматической коробкой передач, но внешне на «Балдашник» ничем не отличался. И, соответственно, у коробки автоматы должно быть две педали, тут их три, потому что левая педаль, которая якобы сцепление, она пустая, она ничего не дублирует. Это сделано для того, чтобы данный автомобиль завуалировать, и его нельзя было опознать как догонялку. Ну и, конечно же, обращает на себя внимание присаженная задняя подвеска, потому что в багажнике находится плита, которая, скажем так, в виде балансира, балласта, утяжеляет заднюю ось автомобиля, для того, чтобы было лучше сцепление с дорогой. В те времена, друзья, электронных помощников никаких не было, и все решали дешево и сердито. Положили бетонную плиту в багажник, и автомобиль более устойчивый стал. Специально был открыт капот, для того, чтобы все люди видели, что это настоящий автомобиль ГАЗ-2434, что это именно догонялка, и чтобы ни у кого не было никаких вообще вопросов и сомнений. Видим на своих экранах еще одну единицу техники. Ну, казалось бы, обычная шестерка, которых выпустили несколько миллионов, и до сих пор это повседневный автомобиль, абсолютно нормальный. Он выпущен уже после 1985 года, потому что нету соответствующих шильдиков сзади, нету ни катафотов, ни шильдиков, ничего. То есть, относительно поздний автомобиль. Но, друзья, это так называемая капсула времени, так как у нее пробег на сегодняшний момент около 200 километров. Он был недавно приобретен в коллекцию Дмитрием Сварчевским, потому что такие находки попадаются не каждый день. Вот. И там на приборной панели видно, что чуть больше 200 километров пробег. Ближе я, к сожалению, подойти не могу. Вот, друзья, ну не в суть. Посмотрите, как должен выглядеть автомобиль в оригинальном заводском окрасе. Такое ощущение, что он действительно только что покинул конвейер Волжского автомобильного завода. Сразу можно определить, по шильдику расстава до 1300 салон люкс. То есть, это не супер люкс и не спорт люкс. И не спорт, там какая-то ламборджини. Это салон люкс. Там есть дополнительные пепельницы. Ну, такие, скажем так, изменения несущественные. А раз объем двигателя 1300, значит, двигатель стоит от 11 модели Жигули. И индекс данного автомобиля называется ВАЗ-21063. Потому что ВАЗ-21061 комплектовался двигателем от тройки, объемом 1,5 литра. А чистая ВАЗ-2106 уже шла с двигателем 1,6, чисто шестерочным. А это ВАЗ-21063, соответственно. Вот такой вот уникальный автомобиль. Таких в Харькове больше нету. Не в плане, что шестерок, не шестерок много, а именно с пробегом 200 километров, не реставрированная, которая досталась после дедушки, который купил автомобиль для того, чтобы вложить деньги. И так на ней никогда я не ездил. Вот такая вот забавная история, друзья. И даже поучительная, даже так скажу. Ну что, друзья, и в завершении экскурсии мы зашли непосредственно в зимнее помещение музея автореликвий, где увидим последние экспонирующиеся единицы техники. Начнем опять-таки с самодельного автомобиля, который представляет собой сборную солянку. Тут и агрегаты и «Москвича», и «Волги», и «Запорожца», и «Жигулей». Конкретного названия у данного проекта нету, либо оно было вовсе утеряно. И данный автомобиль, конечно же, ожидает своей реставрации. Дальше видим целый ряд затентованных автомобилей, которые ждут своей участи. Некоторые из них будут донорами, некоторые из них обретут вторую жизнь. То есть задел, как говорится, очень большой. Дальше видим «ГАЗ-67», легендарный «Козлик». Видим на своих экранах надпись «ГАЗ». Причем, что самое интересное, данный автомобиль окрашен в горчично-песочный цвет. с мотирующей добавкой. Потому что, когда друзья реставрируют современный автомобиль, как правило, они окрашены современными эмалями с металликом. А для того, чтобы сохранить аутентичный вид, были потрачены дополнительные, притом немалые средства, и автомобиль получился в своем оригинальном, практически воссозданном с нуля виде. Далее видим первый советский скутер, мотороллер, который сделан на основе «Веспы». Советская «Веспа» называлась «Вятка». И опять-таки, друзья, двухцветная окраска выдает, что данная единица техники находится в коллекции автореликвии. Дальше видим инвалидку СМЗ-С3Д Сирпуховского завода. Сирпуховский мотоциклетный завод, который выпускал, соответственно, инвалидки. После Второй мировой войны осталось много инвалидов, и для начала стали производить с 1946 года киевлянки. Это так называемые рикши, трициклы. И там не было педали, там было только ручное управление, не было руля, была такая штанга, клюка, которая шла от переднего колеса единственного поворотного мотоциклетного типа, и человек ее управлял. Стоит ли говорить, что такие автомобили регулярно переворачивались? Что заканчивалось тотальным исходом. Затем стали уже более серьезно задумываться над проблемой передвижения инвалидов Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И в Сирпухове наладили производство модели С-3А, легендарная маргуновка, которая была тентованная, и с такими округлыми формами. И, естественно, их осталось очень мало. Причем вначале они были опять-таки трехколесными, маргуновки стали четырехколесными СМЗ-С3А. А СМЗ-С3Д – это последняя инвалидка, которая представляет собой такую по форме коробочку. Вот, уже присутствует жесткая крыша, то есть можно было и зимой ездить, и автомобиль с ручным управлением опять-таки. Там были различные модификации, с ампутированной одной ногой или двумя, с одной рукой или там одна рука, одна нога. То есть были всякие разновидности, которые в том числе были и в инвалидных версиях запорожцев. В коллекции автореликвий нет инвалидок-запорожцев, но самое главное, что есть полная коллекция серийных гражданских запорожцев, а в виде инвалидки представлено, собственно, вот такой оригинальный автомобиль. Конечно же, кто был по рангу выше, кто был ближе к начальству из инвалидов, они получали запорожцы, а остальные довольствовались, соответственно, вот такими вот коробочками. Опять-таки, двухцветными с завода так не было. Это уникальная особенность автомобиля автореликвии. Дальше, друзья, видим складское помещение, агрегаты, двигатели, коробки передач, мосты. И все они ждут своего часа для того, чтобы быть установленными на отреставрированные автомобили. Между стеллажами можно ходить очень долго, смотреть. Вот, опять-таки, мы видели 411-й «Москвич», вот на него запасные части, соответственно. Видим тормозные барабаны, точнее, кожухи тормозных механизмов, потому что они оригинальные и не повторяются. Они от 407-го «Москвича», нет ни от никаких вот внедорожников. Все у вот этих двух автомобилей было оригинальное. К слову сказать, мы уже видели 411-й «Москвич», как я говорил, их сделали около полутора тысяч, а полноприводных, с кузовом универсала, полноприводных универсалов было около 10 тысяч сделано, что тоже, скажем так, немного. Но полторы тысячи – это вообще очень и очень мало. Их всего лишь два года выпускали. Дальше видим запасные крылья, бампера, то есть на несколько лет, а то и десятилетий неспешной реставрационной деятельности. Ну и дальше видим, соответственно, колпак от «Шестерки», колесо в сборе, то есть такая небольшая выставка покрышек автомобильных, начиная с «Запорожца», заканчивая «Шестеркой», «Москвичевская» резина. Дальше видим бензоколонку, потому что все советские автомобили без бензоколонки ездить не могут. И коллекция мопедов и велосипедов, соответственно. Тут мы видим и Верховина, и видим Иж-Юпитер-2 с так называемыми выхлопными трубами типа огурец, суживающимися по диаметру, по охвату с двух концов. Дальше видим Ява-Старушка 350. Вот все эти единицы мотоциклетной техники ждут своего часа, когда они будут полностью в отреставрированном виде и будут уже, так сказать, радовать глаз всех посетителей. Ну что, друзья, только что я для вас завершил финальную вторую часть экскурсии. Спасибо всем за просмотр. Спасибо Дмитрию Двикторовичу Сварчевскому за организацию сегодняшнего мероприятия, за то, что он, хоть и не часто, в связи с политической обстановкой, экономической ситуацией, но не часто, но довольно-таки с определенным промежутком времени организовывает подобные выставки, подобные мероприятия. Я получил колоссальное удовольствие. Надеюсь, что еще не раз посещу замечательное гостеприимное место, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok